Бодай одинная причина, по которой пляцовка не выкорестовывается – древние надворы, якусь зараз достатково мостный дождь. Звычайно тут шмат дорослых с детьми. Пляцовка ты больше запотребованная, что и у нас находится в самом центре поселка. С початку доброупорядкования территории, потом доставка грунтов и урежу непосредственно будовництво пляцовки с выкорестанием специализованной техники. Дитячий городок в Аваровичах будовали литерально всем поселком. Сегодня кожный пятый мясовый жахар относится до категории дети. Не увлечивать их хитарисы просто немогчимо. И ащетная категория молодь – это 40% жахаров у Аваровича. Для их в рамках проекта попадавали по особенности новых спортивных городок. У вогли идея зарабить городский поселок территории здоровья и развития надежить самим жахарам. Местовая улада ее подтримала и подрактовала необходимые документы для удела в международном проекте саденничания развитию на местовом узровне у Республицы Беларусь, який финансуется Европейским Союзом и реализуется программой развития Организации Объединенных Наций. В апреле прошлого года на собрании граждан городского поселка Уваровичи наиболее активные и инициативные местные жители внесли предложение совместно работать над созданием образа поселка как территории здоровья и развития, где каждый сможет выбрать себе наиболее интересную для него форму активного досуга. Вот так и родилась местная идея Уваровича «Спортсити». Коли дитяших родов и спортивная плясовка находятся на вольном поветре, а тому их выкрастание у значной ступени залежит от надвора, то молодежно-осветницкий центр разместили у быденку Уваровской школы. Покой находится по сопку от остальных кабинетов, и его деятельность на учебный процесс отмовных уплыву не оказывает. Сфера выкрастания центра от профилактических мероприемств с детьми и подлетками даст устаречь с молодыми специалистами и приведение сходу в жахару поселка. Тем больше, что набытая аппаратура, дозволяя подмассовывать слова конкретными видами прикладами. А вось тренажерная зала в Уваровичах ранее была, правда, находилась у непростоцованном помешканне, а спортивное обсталевание было полностью саморобным. Его участку теперь уже у якости музейных экспонатов можно убачить у новой тренажерной зале, пободаванной у рамках реализованной инициативы. Рамонт помешканья, где некоторых годов находилась непрацующая школьная пральня, зарабели местовые организации и установы. Их работники теперь постоянные наведывальники тренажерки. Як до речи и иншие жахары Уваровичи «Спортсити». Отдельное время выделено каждой организации. И непрофессиональные жители поселка, которые раньше не занимались, могут с нашими учителями, инструкторами, три раза в неделю тоже заниматься в этой комнате. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Будокошалевский район.